Протягиваем выпуск. То, что дурить радость и дает починок нашим сердцем. Без шага нельга уявить свою жизнь и лечиться духовным человеком. Усё гэта об сферы культуры. Ее работники у неделю означают своё профессийное свято. Але мероприемства с гэтой нагоды распадшались ранее. На одном из них всё не побывали наши корреспонденты. Инструментальная трея лирица – одна из визитных карток культурной Гомельшины. Сё лето сполнится уже 20 годов, як коллектив покарая и натхняя своей виртуозной игрой публику не только Беларуси, але и амальштов всю Европу. Недавно трея вернулась из Казахстана, где отримала первую премию и диплом за лепшее выполнение казахской народной музыки. А гоноровая грамота Совета Министров, якою сегодня отримал коллектив, стала черговым доказом глубокого признания таленту и працавитости лирицы. Напереде новые, цикавые планы. Например, выступить у якости квартета с вокальной партией. Мы уже работаем сейчас с очень известной певицей из Москвы, славяной. И у нас будет скоро большой концерт в Гомеле, и она будет участвовать в этом концерте. Мы готовим программу и покажем наше творчество уже с вокалистом. Капкультурная скорбонка Гомельшины пополнялась такими каштонными коллективами. Важно своечасово разглядеть зерне таленту, а потом по справедливости гонориться их поспехами. Например, наученцы колледжа Мастатству и Мясоколовского безупинно становятся переможцами белорусских и международных конкурсов и фестивалев. И в этом великая заслуга тонко организованной белорусской системы отримания музычной адукации. Когда встречаешься с людьми из России, например, они говорят, вы знаете, такие замечательные были участники конкурса. И оказывается, что это были наши дети. Гордость просто неимоверная за наше подрастающее поколение, за нашу страну. И понятное дело, что только духовный человек может быть счастлив. Вот до конца счастлив в полной мере. Не только особные выканавцы и коллективы, але и грандиозные культурные святы. Это духовное обличие Гомельшины. Такие, как Сорский Карагод, Клиш Палесся, Музыка Надеи. А кроме того, Сюлита, дякуючи своему неоценному укладу в культуру регионы и краины, Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина и Жлобинские державные истории как разнавчий музей занесены на областную дожку Гонору, а Гомельский державный цирк – на Республиканскую. До того же, в этом году Гомели начали проводить культурные мероприемства абсолютно нового формата. Мы хотим и в следующем году продолжить практику проведения гастрофестивалей. Которые в этом году, так скажем, во всех средствах массовой информации были освещены со словом «впервые». Будем надеяться, что такое мероприятие будет проводиться на регулярной основе. Это из тех, которые нетрадиционно проводятся. Самые выдатные работники культуры зусёй в области, усяго каля 35 человек, отримали у знагороды теплые слова и веншаванни. И такую редкую махчимость – быть не за кулисами, а стать головными героями свята.